Ригден Ригден. Безусловно, если ознакомиться с информацией о ритуалах, связанных с помазанием маслом у различных народов мира с древности до наших дней, то можно обнаружить удивительное сходство в нанесении намоленного освещенного масла практически на одни и те же места на теле, то есть задействовании определенных энергетических зон человека, чекранов. Например, эти ритуалы были распространены у древних египтян, жителей древней и современной Индии, у народов, проживавших на территории Древней Европы, Урала, Сибири. Более того, внимательному человеку достаточно взглянуть, как в разных частях планеты народы изображают богов, святых, какой символикой помечают у них основные чекраны, как соединены пальцы их рук в определенных комбинациях. Все это лишь для несведущих людей объясняется в общепонятийных категориях как символы образования связи между небом и землей, способы творения и управления творением того или иного божества. А на самом деле указывают на духовные символы и практические знания по самосовершенствованию человека. Например, в христианстве, точнее в православии, есть икона «Спас в силах». Когда-то она занимала одно из центральных положений в иконостасе православного храма. На Руси это было как раз в ту пору, XIV-XV века, когда вместо низкой алтарной перегородки стали делать большую перегородку – иконостас, отделяющую алтарь от основной части храма. Так вот, данная икона отличается интересной символикой. На ней изображен Иисус Христос, сидящий на престоле. Левой рукой он держит открытую книгу, а правой благословляет, сложив пальцы в специальном жесте, где фаланги, подушечки безымянного и большого пальца соединены друг с другом. Ты уже знаешь, что такое положение пальцев используется в определенных духовных практиках, когда таким образом происходит замыкание в кольцо энергетических меридианов человека. Анастасия. Да, в данном жесте наглядно демонстрируется, какой именно духовный инструмент использовался Личностью для медитативной работы над своей энергетической конструкцией, личным пространством и связью с духовным миром. Ригден. Я уже когда-то рассказывал, что в тайных жестах и сакральных обозначениях Древнего Востока безымянный палец, помимо выполнения дополнительных функций в духовных практиках, условно указывал на задействование эпифиза, шишковидной железы, чакрана третьего глаза. Напомню, что чакра в переводе с санскрита означает «колесо», ранее круг, диск. Чакраны — это своеобразные энергетические центры в невидимой части конструкции человека, через которые происходит движение энергий, энергетический вихрь. На Востоке также используется вместо слова «чакра» «лотос», «падма» для обозначения семи энергетических центров человека. Кстати говоря, в том же суфизме аналогично практикуется духовная работа с основными шестью тонкими центрами в энергетическом теле человека — латаив. Третий глаз до сих пор в различных учениях считается духовным глазом, чакраном ясновидения. О нем упоминается в трактатах, что если задействовать сверхчувственное восприятие, то третий глаз способствует получению запредельного знания, проникновению в духовный мир. Он считается проводником мощного воздействия, способствующему акту творения и влияния на что-либо, открывающего возможность наблюдения за событиями прошлого, настоящего и будущего. Также его еще называли на Востоке «чакраном бесстрастия и сверхъестественных способностей». Этот чакран условно помечали синим или голубым цветом. Анастасия, несомненно, древняя символика, связанная с безымянным пальцем, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Как-то вы поделились интересными сведениями относительно того, откуда пошла традиция в человеческом обществе носить кольца на безымянном пальце правой или левой руки. Ригден. Это действительно древняя история. Вначале ношение кольца на безымянном пальце было тайным, чистоусловным символом в среде, посвященных в сакральные знания людей. Само по себе кольцо означало движение по кругу, точнее, по кругу витка спирали. И было разделение символики на правостороннее движение, как, например, правильная свастика, и левостороннее, неправильная свастика. Если человек носил кольцо на безымянном пальце правой руки, то это означало приверженца светлых сил, движение человека к единому Богу, к вечности. Этот символ условно свидетельствовал, что человек выбрал только духовный путь и обладал знанием. Если человек носил кольцо на безымянном пальце левой руки, то это означало движение человека в противоположном направлении, в сторону материального разума, приверженца тёмных сил, обладание им соответствующих этому знаний и его служение воли животного разума. То есть разница в ношении кольца на определённой руке была условным отличием для посвящённых людей, каким именно силам и чьей воле служил его обладатель. Да и само наименование безымянный палец, палец без имени, не случайно, и пошло от определённых знаний в вышеупомянутой среде. Как в глубокой древности, так и сейчас имя Бога остаётся тайной для людей. Настоящее имя Бога не раскрыто людям и по сей день, несмотря на многочисленные спекуляции по этому поводу жрецов различных религий. Почему? Сохранились легенды о том, что непроизносимым именем Бога могут управляться все силы природы, все измерения, уровни во Вселенной. Ну а к этим сведениям, как правило, прилагается приписка от жрецов, составленная на основе легенд о первичном звуке, который в разные времена называли по-разному, в том числе и Граалем. Так вот, эта приписка гласит о следующем, что якобы тот, кто умеет правильно произнести имя Бога, изначально в легендах стояло первичный звук. Тот может просить Бога обо всём, что пожелает. До сих пор сохранились предания, что если кто призовёт Бога по тайному имени, тот может привлечь к себе его внимание. Но обычно таким желанием горят люди духовно незрелые. Для тех же, кто живёт внутри себя с Богом, нет нужды в этом, они нашли его в своей душе и пребывают в нём. А духовно незрелые люди жаждут узнать имя, причём жаждут ради собственной животной власти над всем и вся. Но они не понимают, что для них, как незрелого плода, это губительно. Суженное восприятие человека из-за доминации в нём животного начала не сводит понимание Бога до некого материального субъекта, причём такого же, каким видит себя человек в трёхмерном измерении. Жрецы нарекли Бога разными именами, создавая себе те или иные религии. Более того, они до сих пор составляют людей воевать друг с другом, враждовать между собой за первенство своих религий и имени Бога, за своё главенство над конкурирующими с ними религиями и, следовательно, единоличное право выступать от имени Бога. Из-за различных эпитетов благодаря умышленной иной трактовке жрецов люди ошибочно полагают, что есть разные Всевышние Боги. Но все сегодняшние разные имена Бога это же, по сути, всё эпитеты, которыми в глубокой древности обозначали единого вместо запретного имени Бога. Анастасия, вы правы, и в этом может убедиться любой человек. Достаточно проследить этимологию происхождения и первоначальное значение слов, означающих имя Бога в разных религиях. Ригден, безусловно, любой умный человек, сопоставив, поймёт, что разные имена Бога в религиях — это всего лишь эпитеты единого. Например, рассмотрим имя верховного Бога древних египтян — Осирис. Это имя — грецизированная форма египетского имени Усир. То есть греческое слово Осирис произошло от египетского Усир, что означает «тот, кто находится на вершине». Или, например, что означает имя авистийского божества в зороастризме Ахура-Мазда, позже Армазд, Армуст, провозглашённого пророком Заратуштрой единым Богом. Кстати говоря, ведь изначально пророк упоминал, что имя Ахура-Мазды всего лишь замена запретного имени Бога, которое никто не знает среди людей. Этого Бога даже в религиозном календаре помечали как безымянный. Авистийская Ахура-Мазда переводят как Господь Мудрый, Владыка Мысли. Авистийское слово Мазда это также «сохранять в памяти». Так вот, это имя образовано из двух древнеиранских слов, которые имеют арийские индоиранские корни. Ахура соответствует санскринскому слову Асура «властелин», а Мазда индийскому Мёдха то есть мудрость понимания. Вообще-то, к слову сказать, люди подзабыли одну простую истину, что такое на самом деле мудрость. Это отнюдь неприобретённые книжные знания, жизненный опыт, блестящий ум или изящная логика мышления. В древнейшей традиции у разных народов мудрость изначально — это дар небес, чувственной эйфории, озарения во время духовного роста человека, дар, с помощью которого достигалось состояние высшего просветления, всепонимания, всезнания. Не случайно в зороастризме упоминается, что Ахура Мазда открылся пророку Заратуштри благодаря благому помыслу только после того, как тот пребывал много лет в настойчивых духовных поисках. Пророк спрашивал, а Бог отвечал и наставлял его в божественной мудрости, то есть являлся тем, кто дает мудрость, понимание. Так что именно из эпитетов жрецы формировали имя единого Бога. И так в каждой религии, какую ни возьми, все имена Бога эпитеты Бог-спаситель, известный Бог, достойный, всеобъемлющий, проникающий во все, лучезарный, пробудившийся, основа, священная сила, приносящий счастье, невидимый и так далее. Так это я называю те смысловые, исконные обозначения слов разных имен, а по сути эпитетов Бога, что известно сейчас многим людям, состоящим в тех или иных популярных мировых религиях. Иначе говоря, те сведения, которые лежат сегодня на поверхности и доступны каждому интересующемуся этим вопросом. Я уже не говорю о более древних корнях заимствования этих слов от схожих эпитетов древних религий и верований, о которых сейчас уже никто не помнит, даже имея в руках археологические артефакты, подтверждающие их популярность в древние времена. Но в конечном итоге все эти исторические эпитеты как ступени приведут к начальным обозначениям единого на том общем для всех народов пра-языке, которому только сейчас теоретически подбираются ученые-лингвисты. Анастасия. Да, горько и смешно. «Получается, люди в обществе враждуют, воюют, спорят друг с другом за эпитеты одного и того же для всех единого?» Ригден. «К сожалению, даже не понимая единой духовной сути для всех народов, для человечества в целом, поэтому-то, зная природу человеческую, изначально обозначении единого, как я уже говорил, давалось людям не под его именем, а под звуком Ра, который и символизировал понятие единое, вечное, высшее. Вот потому даже условное обозначение Бога у посвященных в эти знания людей издревле было без указания его имени. Кстати, это касается и безымянного пальца. Это уже гораздо позже, когда в обществе начались распри между людьми, подогреваемые жрецами, появились различные интерпретации, разделения на своих и чужих богов и так далее, в конечном счете приведшие к утрате исконных знаний. Но все это дела человеческие. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok